ТЕМА ДНЯ 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 заявил, что призвал украинцев наносить удары по территории России и убивать мирных россиян. Вы так вот и сказали, да? Ну, конечно, нет, я такого не сказал. Но они еще упомянули, что я московский еврей. А, это красиво, да. Да, это все Украины, так что я московский еврей. Но это же, тут тоже эта тема раскручивается. Там Светан, вот сейчас этот Фейгин подхватил тоже, назвал Марка Солонина ташкентским воином, так, невзначально. Да, мы это обсуждали с вами в прошлый раз. Да, ну, это понятное дело, что, ну, и Михалков, это, значит, там тоже подключился к этому. Я надеюсь, он кино сделает из этого какое-то. Все-таки хочется, ну, известности никогда недостаточно. Ну, это, конечно же, возбуждает многих. Ну, и в Украине это тоже предатели, пятой колонны достаточно, которая действует рада таким вещам. Но это по команде, это, как вы сказали, это так и есть, это по команде. Потому что сами, причем они это сделали, пока они сравнивали Харьков с лица земли, пока они бомбили Одессу и бомбили Киев. У меня там тряслись окна в Киеве, а в геноциде, значит, они обвиняют. Ну, и то же самое, как они очень-очень озабочены в ООН, очень расстроены вот с международным трибуналом, что Израиль, оказывается, воюет честно и нормально. Они очень озабочены вот с палестинцами, с газой, что там все-таки гибнут люди и в это же время бомбят Украину. Ну, это вот такое, такая черта есть. Значит, в Советском Союзе мы за мир, мы за детей, и в то же время бомбить и убивать их. Это, конечно, я такого не говорил. Ну, я говорил вещи такие, что русские солдаты у них, они могут или сдаться, перейти на украинскую сторону, перейти на сторону света. То же самое могут и палестинцы, и люди в Газии. Наверняка некоторые из них за Израиль, и переходят на израильскую сторону, и с ними обращаются гуманно, и они продолжают жить так, где они хотят. Я предлагал это то же самое российским солдатам. А те, которые здесь находятся с оружием, то у них только два выхода. Или они уходят отсюда с украинской земли, или они здесь все, я сказал, что не все погибнут. Это было в моих словах. Я вот только что вернулся с таких учений украинских, поэтому я опаздывал. Они готовятся, они готовятся, они тренируются, они молодцы. Они отлично, они духом не падают. И вот это вот все, что проиграно, что надо, значит, капитулировать, что то есть... У них даже этого голове нет. Поэтому да, эти русские солдаты здесь погибнут. И я приводил пример с агрессией, что только большая агрессия может погасить какую-то агрессию. Я приводил Дрезден в пример, кстати, его бомбили по просьбе Сталина. Я привел, что вот в Японии мы, чтобы загасить японскую агрессию, надо нам было использовать наше атомное оружие. В то время я не призывал, чтобы атомное оружие использовать. Это глупо. Над Россией. Я сказал, таким образом, это было просчитано, что это сохранит... И уже сегодня многие ученые говорят, да, это сохранило больше жизни. Да, это был строк. Но геноцида там не было. Япония процветает и живет себя прекрасно. Намного лучше, чем россияне. Да, так скажем. Это вторая экономика в мире, по-моему. Сегодня ли третья, вторая. Китай стал много-много лет. Это была вторая экономика в мире. И это сохранило много жизней. Такие примеры я приводил. То есть Россия, та Россия, которая находится сегодня в том состоянии, в котором она находится, весь цивилизованный мир с ней жить не сможет на этой планете. Там должно что-то поменяться. Вы видите это, что с этими гуситами, что с этими хамасовцами, с хазблой. Везде есть их почерк. Везде воняет русским миром. Оттуда растут ноги. И это то, что я сказал. Но я заговорил это все время. Я это говорил с 2014 года. Почему сейчас? Вот вопрос. Команда поступила. Команда поступила. Наверное, надо что-то, от чего-то отвлечь внимание, что-то сделать. Потом очень удобно. Очень удобно. Вы еще и московский еврей, и американский натовец, так сказать. Да, я враг номер один. Это понятно. Теперь вас объявят и на агентом. Да, это достаточно. Потому что ко мне даже там уже провокации пошли. В аэропорту была провокация. В магазине я понимаю, что это провокация, потому что это не где-то в темном переулке, а это там, где много камер. Давай, ударь меня. Давай, начни драку. В аэропорту где? В аэропорту в какой стране? В Америке. Как ни странно было это. Потому что... А, и здесь было тоже, но не в аэропорту, а на вокзале. Но, опять же, это делается провокацией. Зная мой психосостояние, они понимают, что я сам агрессивный. И это понятно. Тем, чем я занимался всю свою жизнь, это показать агрессию, показать еще больше агрессии. Поэтому я говорю только со своей точки зрения. Но почему они это сделали? Потому что в Германии сказали, что они перевооружаются, что они готовятся воевать с Россией. И НАТО сказало, нет, нам надо пересматривать, перевооружаться, делать то, что Трамп говорил делать, что нужно нам 2% все-таки тратить, потому что от России выходит опасность. То есть НАТО заговорило, что в открытую, что опасность для стран НАТО, для Запада, исходит сегодня из России. Поэтому они нашли меня как самого удобного НАТОвца, и как только сказала это Россия. Хотя сами постоянно запугивает ядерной войной. Сами все время. Один Медведев каждый раз, когда он нажмет на красную пробку и уничтожит очередную Финляндию, он начинает угрожать всем остальным, что вот у нас есть ядерное оружие. Поэтому они выбрали это время и выбрали меня. Но опасности сходят лично для меня не от них, а вот от этих там разных провокаторов, разных вот этих за русский мир, этих маргиналов. Юрий, давайте перейдем теперь к тому, что происходит, так сказать, в плане угроз. Сегодня ночью был нанесен удар по военной базе Соединенных Штатов, которая находится в Иордании. Это так называемый военный пост Башни-22. По ней был нанесен ракетный удар. Погибли трое американских военнослужащих военнослужащих и 25 военнослужащих ранены. Мы с вами в предыдущих программах неоднократно говорили, вот до каких пределов Байден сможет терпеть. И вот упоминалось тогда, что ранение военнослужащих уже было, а вот тут погибли военнослужащие. То есть, что сейчас может предпринять Америка? Почему вообще там в Иордании так важно было, чтобы находилась вот эта военная база? Что там такое вообще? В чем там, так сказать, ключевой смысл вот нахождение этих военнослужащих? Ну, наверняка, потому что Иордания, многие не знают, Иордания, Египет, это тоже наши союзники. Они получают примерно столько же военной помощи, сколько и Израиль. Все говорят, Израиль получает военную помощь от Америки в Израиль. Но Израиль получает столько же военной помощи, сколько получает и Иордания от нас, и Египет. Так было договорено. Но никогда не упоминается Иордания и Египет, а упоминается только Израиль. И находятся наши военнослужащие, они там обучают, потому что это наша военная техника. И поэтому там находятся наши базы, которые занимаются некоторыми там вещами, включая совместную работу, совместные учения. И дело все в том, что мы все время говорим, что мы все время, они говорят, мы не хотим эскалации. Это должно быть параллельно. Это должно быть адекватно. Это мы вот, они нас ранили, они обстреляли нашу базу, теперь мы обстреляли, разбили там каких-то три сарая. Но больше мы не делаем действий. То есть мы не эскалируем, мы не поднимаем. Они это, конечно же, все воспринимают как слабость, как трусость. Восток дело тонкое, да. Да. И, конечно же, если вы не эскалируете, они будут эскалировать. Это такой закон. Это значит, что вы трусы, что вы... Но это наша администрация показывает с утра до вечера. Конечно же, все это складывается вместе. Отказ помощи Украине, отказ помощи Израилю. Я знаю, что Украина расклечивает республиканцы. Это не республиканцы. Это республиканцы и демократы. Потому что используют вот Израиль, сегодняшнюю ситуацию в Израиле, которую сделали, создали не республиканцы. Ситуацию, которая сегодня в Украине, которую тоже не при республиканцах и не республиканцы создали, используется в политических целях, особенно сегодня, в этот год выборов. И это все эти бесы, все эти тираны, это знают и видят. И видят слабость нашей администрации, видят нерешимость нашей администрации, видят продажность, коррупцию нашей администрации. Наше ослабление в наших вооруженных силах, потому что у нас недобор на 25%, то есть четверть в этом году мы не добрали ни рекрутов, офицеры многие ушли в отставку, новых не появляется, только людей, которые достойны, для них честь служить в вооруженных силах. И они видят все это, они все это учитывают, они все делятся друг с другом этим. Ну и, конечно же, они последнее, что увидели, это то, что когда тайваньцы праздновали победу их демократической партии, то есть Байденовской, Обама-Байденовской, Клинтовской партии, тут Байден вышел и сказал, что не поддерживает независимость Тайваня от Китая, то есть предал Тайвань. Все они видят это предательство, и поэтому они таким образом действуют. Да, угрозы пошли, что мы ответим, что мы ответим, но когда мы каждый раз говорим, что мы ответим, мы не отвечаем, или отвечаем неадекватно, не с большей агрессией. Понимаете, ну невозможно было победить и отбить Сталинград от немцев, если там бы не было бы больше агрессии, больше силы, и больше убойной силы, чем немцы. Ну не было, не было там надо адекватно, надо чтобы было параллельно, надо было, чтобы было примерно так же, вот они убили наших 10 солдат, мы убьем 10 их солдат. Они ранили 20, они изнасиловали 3 женщины, мы изнасилуем их 3 женщины. Они убили 5 детей, мы убьем 5, но не работает это так. Ну сейчас-то вот, Юрий, есть какая-то черта красная, то есть вот 3 погибло, 3 американских солдата. Это является красной чертой, что Байден обязан будет применить какие-то серьезные меры? Дело все в том, что даже не сколько солдат погибло, да хоть один солдат бы погибло, или 100 солдат погибло, дело все в том, что это уже напрямую Иран, не через Праксис, не через Хамас, не через ИГИЛ, не через Хазбулу это делает, а напрямую, он напрямую уже убивает наших солдат. А мы в то время, в это же время, даем им деньги, спонсируем их, покупаем их нефть и обещаем им, если они больше не будут убивать наших солдат и спонсировать Хамас и так далее, ИГАЗБулу, то мы будем, значит, расслаблять санкции с ними. Я не знаю, как это объяснить, я не знаю. Наверняка мы должны будем как-то ответить, но как? Но как? Так, опять же, надо смотреть, что за год, кто у нас лидеры, почему этого раньше не было, а сейчас есть, почему вот сейчас они это сделают. Понимая, что это все привязано к нашим выборам, вот все, что сейчас происходит на российской стороне, на иранской стороне, на визуэллской стороне, на китайской стороне, это все привязано к нашим выборам. Они это делают, потому что им нужно, чтобы осталась вот эта вот власть, которая сегодня находится. Или нанести достаточно ущерба, достаточно хаоса навести, что если придет новая власть, то ей придется очень долго с этим разбираться, а они пока будут иметь вот этот момент, вот эту инициативу, которую нам теперь будет перехватить с каждым днем все тяжелее и тяжелее. То есть упущено, как бы упущено время, то есть если бы сразу резко ответили на это, то не исключено, что все бы было, обернулось по-другому. То есть вы не верите, что будет нанесен, что будет нанесен какой-то удар по Ирану сейчас? Вы знаете, Александр, я верю только в Бога и в шестой ударный ядерный флот. Больше ни во что я так не верю. Я не знаю. А этот шестой флот и спрашиваю. Да, но если бы это было, если бы это было дано шестому флоту, дано разрешение, они бы разнесли их в пух и прах к этой маме. Они бы улетели к ядренней маме, да. Но это должно быть политическое решение, должно дать нам. Вот в этом я не уверен. В этом я не уверен, как они ответят. Но просто допустили теперь, если бы этого беса надо было убить сразу при рождении, вот упущенное время, теперь это сложнее. Теперь нам надо иметь дело напрямую с Ираном, то есть с целой страной. А у нас вооруженные силы теперь растянуты довольно-таки сильно. Идет полномасштабная огромная война в Европе. Украина пока держит рубежи, но сколько она сможет это продержать без помощи, без авиации и бронетехники, дальнобойных реактивных орудий, без ПВО. Сложно сказать. У нас проблема с Китаем и с Тайванем, у нас проблема с Вен-Изуэлой и Гаяной, у нас проблема в Афганистане с Талибаном. у нас огромная проблема на южных границах в Соединенных Штатах Америки. У нас мы... Как раз вот про эту южную границу я и хотел вам... Мы на краю гражданской войны у нас. А поэтому еще сейчас одна проблема с Ираном, это надо было решать сразу. С Россией надо было решать сразу. Протянули время, оттянули. Теперь, конечно же, это раковые опыли, это раковые метастазы. Вы запускаете, разница между четвертой стадией рака и первой стадией рака огромная. Человек, который говорит, да нет, может быть, это рассосется, пойду к шаману. Вот есть нетрадиционная медицина, сейчас выпью этот чай, приложу лук к этому месту. Нет, перешло во вторую стадию. Ну, что-то надо делать, но я не очень хочу. Упускают время. В четвертой стадии ты умер, тебя убило. Если бы ты сразу, при первой стадии, начал агрессивно бороться с раком, вырезал бы его. Химиотерапии бы грохнули. Шансы выжить намного больше. Это то же самое, что и рак. Упускается время, топчемся на месте, жуем сопли, пытаемся договориться. Ну, кому я сейчас это рассказываю? Израильтянам, по-моему, вы только что прошли этот урок. Что значит прошли? Мы его продолжаем проходить. Продолжаем, ну, уже да. Вот про южные границы. Про южные границы. 24 января губернатор Техаса выступил с официальным заявлением о праве штата на самооборону. Федеральное правительство нарушило договор между Соединенными Штатами и Штатами. Конституционная обязанность исполнительной власти США обеспечивает соблюдение федеральных законов, которые защищают штаты, включая миграционные и так далее. А результатом новые рекорды по количеству нелегальных мигрантов, заявил Эббот. Итак, может ли это расцениваться как, ну, своеобразное такое объявление гражданской войны? Ну, еще не это гражданская война, пока что она холодная гражданская война. Дело все в том, что многие люди не знают это, многие люди, даже американцы не знают, что фундаментальная разница между демократами и республиканцами, это не одни, что консервативные, а другие либеральные, те коммунисты, эти капиталисты, нет. Фундаментальная разница между демократами и республиканцами, это то, что демократы централизованы. Часто обвиняют республиканцев, что они неорганизованы, что они не едины. Это их политика, это их доктрина. Демократы, они централизованы, они считают, что все должно выходить с Вашингтона, все решается в Москве. Ну, в Москве имею в переносном смысле. И что творится там во Владивостоке, или что творится там в Калининграде, это неважно, потому что вот в Москве они решили, и это уходит а это там, ну, не подходит. И вот у демократов, что должна быть центральная, единая полиция, медиция, единое там медицинское обслуживание, чтобы у всех все было порвано, и все будет решаться в Вашингтоне. Но это не значит, что это годится в Калифорнии, или на Аляске, или еще где-то, или на Гавайях, или в Техасе. Там другие культуры, другие люди, другие нужды, нужны другие дороги. Поэтому республиканцы другое дело, ну, то есть у демократов поэтому есть вот эти пионеры, комсомольцы, активисты, которые ходят, и они по всей стране вот центрально ими управляют. Республиканцы же, они наоборот, они чтобы на регионах решалось, то есть в штатах. И штаты решают, какая им нужна полиция, даже каждый город решает, какая нужна им полиция, какая нужна им пожарная команда, какие дороги, каждый город, каждая деревня отвечает за свое. Она сама решает, сама выбирает себе судей, все такое. Но есть федеральная амбрелла, федеральная, значит... Зонтик. Федеральная, где есть федеральная полиция ФБР, где есть армия, единая, и так далее. Поэтому у каждого штата есть своя армия, называется Нацгвардия, National Guard. Но это не в том понятии, как в Европе воспринимается Нацгвардия. И она вооружена, и это такая, они резервисты все, и это такая смесь между МЧС и армией. У них, у некоторых есть даже своя авиация, даже есть свои танки и так далее, бронетехника. Они вооружены, их имеет право федеральное государство мобилизовать. Во время войны Пентагон их может мобилизовать, и они становятся федеральными войсками. И вот чего боятся сейчас, что в Техасе он может объявить войну и мобилизовать их. Но войны нету, поэтому очень странно будет, если он их мобилизует. Думаю, что они не пойдут. Губернатор будет против этого. Это будет решаться опять же в Верховном суде. И что получилось? То есть губернатор Техаса, Эббот, он приказал Нацгвардии охранять границу, потому что граница нарушена, не охраняется. Они пришли на границу, там были федералы, а граница охраняется федеральной пограничной службой. Они не очень сильно вооружены, и там было ФБР. Пришла Нацгвардия, их отодвинуло, у них была там конфронтация, но не вооруженная пока что, слава богу. И они поставили заграждение из колючей проволоки. Байден подал на них в суд, и Верховный суд сказал, границы по Конституции, по закону должны охраняться федеральными... Это решение было принято с перевесом в один голос только. В один или в два голоса, что должны по Конституции, они должны, они говорят, оно должно охраняться федеральной службой, пограничной службой. Тогда пограничники пришли, срезали эти колючую проволоку, но это было в одном месте, там много дырок. Это больше политические такие игры. Но при этом... Я не понимаю, да, но хорошо. Тогда Эбботт сказал, нет, там и судья в Техасе, и прокуроры сказали, нет, мы имеем право защищать свой штат. Они вернулись на границу, опять выставили колючую проволоку. 25 штатов их поддержало в этом, и, насколько я знаю, штат Ухаю послал свою нацгвардию в помощь Техас. То есть 25, а в целом Техас и еще 25, это 26, то есть больше, на один больше штат, а всего у нас 50 штатов. Поддерживает это, что Техас имеет право охранять свои границы, охранять свой штат. Так что они выставили это обратно, и теперь находится их, значит, с точки зрения закона, они говорят, пограничники давали клятву, давали присягу охранять границу, а не открывать ее. А они ее не охраняют, они нарушают присягу, и они нарушают закон. А пограничники говорят, мы выполняем приказ, но мы это уже слышали, когда я только выполняю приказ. Штат Техас им говорит, вы выполняете незаконный приказ, а незаконные приказы выполнять нельзя. Это преступление у нас считается. Поэтому пограничники сейчас оказались в очень сложной ситуации. глава пограничной службы у нас сейчас идет в Конгрессе импичмент, потому что он не выполняет свои обязанности. Вот я хочу понять, вот я вам задавал эти вопросы вот раньше, но сейчас такое обострение. Почему федеральная власть заинтересована в том, чтобы граница была дырявая, через нее шли тысячи вот этих самых мигрантов? В чем фишка? Этих иммигрантов. Например, если украинец прилетит в аэропорт Кеннеди и попробует пройти границу без документов, без визы, его арестуют и депортируют. А здесь, пожалуйста, если он прилетит в Мексику и пройдет, то проблем нет. Значит, почему они не хотят украинских, российских, узбекских, казахстанских, никого там из бывшего Советского Союза вот этих нелегальных иммигрантов? А этих, вот вопрос, да? А почему? Потому что эти их электораты, а эти не их электораты. Потому что украинец приедет в Америку, он на следующий день купит молоток, начнет что-то чинить, его моя жена позвонит, вот скажет, мужа нет, у меня муж все равно ремонтировать ничего не умеет, он только ротом болтает, вот мне надо починить здесь это, чинить, он придет, починит, она ему даст 100 долларов, 10 долларов, 20 долларов, он начнет работать. Он купит газонокосилку, начнет свое садоводское дело, купит машину, потом купит фуру и начнет свой маленький и средний бизнес. Об этом очень хорошо говорит Павел Дальнобой, американский Дальнобой, этнический украинец, у него несколько фурн, он ездит по всей Америке. И они начнут платить налоги, они начнут откроют свой детский садик, они начнут смотреть за стариками, они начнут маникюр, парикмахерскую, не станут мелкими и средними бизнесменами, то есть независимыми от государства. Они начнут платить налоги, угадайте, чей электорат это? Это трамписты, это республиканцы. А эти, которые приходят и зависят от государства, на государственных подачках и не собираются работать, не собираются ничего делать, а получать бесплатную медицину, получать бесплатные фудстемпы, то есть на еду, деньги, получать какое-то пособие и жить, бухать, курить и ничего делать. Вот это их электорат, демократов-электорат. И сейчас вы меня спросите, но они же не граждане, они не могут голосовать? Да, вот вы меня с языка сняли. Могут. То есть как? В демократических штатах могут. У них не спрашивают их никаких документов. У Бориса Пинхуса есть программа, где он в Нью-Йорке пошел голосовать и показывал свои водительские права, и ему сказали, нам не надо видеть ваши водительские права. Он говорит, я хочу, чтобы вы убедились, что это я. Они ему строго сказали, голосуйте, уберите свои права, мы на них смотреть не будем. То есть так можно проголосовать кто угодно, да? Кто угодно, да, сколько угодно, иди голосуй. Поэтому это их электорат, и они сейчас нагоняют как много больше. Более того, это, я считаю, создает хаос в стране. Это создает, это убивает нашу страну. И реально, я считаю, что вот Обама и его окружение, это обамовское, куда входит Байден, и частично, я думаю, Клинтоны, и частично Буши, то есть республиканцы, они хотят уничтожить нашу страну в той форме, в которой она существует. Они хотят создать из нас Китай. Это давосовское, вот это давосовское направление. Я думаю, что они уже открыто об этом говорят, поэтому такое было бегство из Афганистана, поэтому это было defund the police, то есть враг у нас номер один – это жандармы. Потом проиграть войну, уничтожить офицерство. Прекрасно у них сейчас, получается, офицеры уходят многие в отставку, генералы, старшие офицеры. Так, секундочку, это методичка, методичка дедушки Ленина. Конечно, конечно. Создать, а за место полиции кто у нас будет? Матросня будет пьяная, у нас патрулируют люди, то есть БЛМ, Антифа, они будут патрулировать свои районы и заниматься, и наводить порядок, как это делали пьяные анархисты-матросы. И это методичка идет, и, конечно же, это мы все видим. Никто ничего нового не придумал. И вот это, потом смотрим, кто переходит границу, какие нелегальные иммигранты. Если вы посмотрите по фото и по видео, которое там снимается, это 90%, а может быть даже больше, например, если я вообще, для меня это было все 100, это мужчины призывного возраста. То есть это захват нашей страны, просто они переходят без оружия, мы думаем без оружия, мы же ничего не проверяем. Они несут наркотики, все, это банды, сейчас кровавая банда из Леносуэлы у нас в Америке орудует, в Майами даже их уже увидели. А беженцы должны быть женщины и дети. Вот с Украины в феврале 22 года были женщины и дети, которые уходили и пересекали границу. Мужчин было исключительно мало. Здесь наоборот. Беженцы – это женщины и дети. Мужчины остаются там, где проблемы и пытаются ее решить, будь то война, революция и так далее. Гражданская война. Но на ваш взгляд, Юрий, чем это закончится? То есть отстоят губернаторы свое право или это будет какой-то конфликт, который может привести даже к вооруженному противостоянию? Я видел сегодня ролик, что перебрасываются на юг бронетехника федеральной армии. Это ролик неправда, это фейк. Фейк, да? Потому что не могут перебрасывать наши войска, решать, потому что в нашей Конституции записано, что армия не может действовать против американского народа. То есть армия не может использовать. Может и полиция быть, может нацгвардия, потому что они тоже в помощь полиция. Если какая-то стихийное бедствие или мародерство, они помогают полиции. Они с ними стоят, дежурят, все, нацгвардия может быть. Поэтому бронетехника, которая перекидывается, это не в Техас, не для конфликта. Ну, я не думаю, что они будут использовать федеральные войска против нацгвардии или против американского народа. Но это уже гражданская война? Да. Ну, во-первых, военные у нас не будут выполнять такой приказ, это противоконституционный, они не будут воевать против своих. Я надеюсь. Ну, я не вижу, как это возможно. Во-первых, у нас в вооруженных силах в основном, опять же, вооруженные силы это в основном консервативные люди. То есть это не, по большому счету, это не демократия. У нас очень большой вот сержантский состав, это большое количество южа с юга. Причем было это очень интересно, потому что частенько эти сержанты ко мне из Таршины подходили, и мне говорили, ааа, у них такой оцент южный. Он говорит, ааа. Они говорили, вы звучите, как будто вы с севера. Я им говорил, ты себе не можешь представить, сержант, как далеко с севера я. С какого далекого с севера я к вам приехал, да. Они все время думают, что я с Нью-Йорка, там с... Понятно. То есть вы считаете, что все-таки этот вопрос будет решен, как бы и вот сейчас предвыборная компания, собственно, является катализатором того, что там сейчас происходит. Я думаю, что выборы в этом году покажут. Если, я думаю, если будет опять встроены выборы, если большинство американского народа опять посчитает, что выборы или украдены, нечестные, я думаю, что да, тогда у нас может быть смута, реальная смута. Опять же, у нас в магазинах, в оружейных магазинах, они все полки пустые, они не могут достаточно оружия себе, потому что народ скупает оружие. Все религиозные евреи купили оружие. Люди, которые абсолютно не агрессивны в своей натуре. Да, интересно. У нас тоже скупили все оружие, то есть нету магазина пустые, но у нас понятно, у нас как бы будьте здоровы. У нас-то война, но надеюсь, что у вас все-таки война минует. Юрий, спасибо большое, спасибо вам за это интересное интервью. Мир домовластный. Мир вашему дому, мир Америки и победы вашему президенту, за которого вы всегда голосуете. Откройте страшную тайну, как его зовут. Ну, его не Байден зовут, это точно. Как там в том анекдоте? Да, поздравляю, у вас родился ребенок. Мальчик нет, а кто? Откройте, да. Спасибо, всего доброго. Гарри Юрий Табах, всего вам доброго.